Здравствуйте, приветствую вас у себя на канале. В этом видео будем создавать модель до декаэдера. Далее немножечко по скриптим и посмотрим во что можно превратить такое тело как до декаэдер. Итак, приступим. Для начала я определил для себя один из самых таких быстрых способов. Например, когда я не знаю точных координат всех вершин этого объемного тела, я просто вызываю инструмент полигон, центр полигон. Здесь ставлю пятерочку и какой-нибудь произвольного размера, такой пятиконечный элемент эскиз я получаю. Далее в Surface я делаю патч и нажимаю ОК. Теперь я буду просто кликать Move and Copy. Выберу это тело. Здесь обязательно поставлю Rotate. Аксис я выберу одну из... Один из ребер. Поставлю Create Copy и поверну это на 116.565. ОК. Зная угол между вот этими двумя гранями, можно достаточно быстро все это восстановить. Далее просто применю круговой массив к этим элементам. Нажму ОК. Выберу вот этот элемент и точно так же применю к нему Move and Copy и разверну его. Так, Create Copy обязательно. На минус, в данном случае минус 116.565. Далее. Повторю круговой массив относительно оси вращения. Так, не 6, а 5 раз. ОК. Ну, в принципе, можно это уже сшить с помощью инструмента Stitch. Вызовем патч. Ну и запатч дота в верхнее место. Итак, получили вот такого до декаэдер. Я попробую не сшивать последний элемент после вот патча. Так, отключу историю. Do not capture design history. Continue. Так, форму выберу Face. Здесь Multiple Sites. Поставлю инструмент. Так, да, и с помощью этого инструмента буду создавать здесь фейсы. Нужно, получается... Нужно, выбирая данный инструмент Face, выбирая сначала поверхность, на которую его создавать. И только в этом случае будет идти автоматическая привязка. В данном случае Object Snap галочку здесь лучше не ставить. Обязательно заканчиваем в том же самом месте, где начали. Так, выберу все это и применю Crease. Повторю для всех оставшихся поверхностей данный подход. Так, получилось создать вот такой вот до декаэдер. Мы видим, что мы находимся в скульпте. Далее, далее я выберу все наши элементы и применю к ним Subdivide. Окей. Нам нужны еще фейсы, поэтому я выберу все еще раз и нажму опять Subdivide. Окей. Далее. Удалю вот эти вот ребра. Итак, мы получили вот такой вот элемент. Теперь нам необходимо удалить вот эти части. Так, я закончил удалять лишние элементы здесь. Далее, что необходимо через Control выбрать вот эти фейсы. Выбрать нужно все. Так, посмотрели. Вроде бы ничего не пропустили. Теперь выбираем Edit Form. Здесь нужно поменять инструмент отображением. То есть, скажем, перемещение. И немножко отмасштабирую все это вот так внутрь. И зажав клавишу Alt, отправлю все это внутрь. Вот туда вот. Так, только сначала нажму Cancel. И при меню сначала Крис. Нажму ОК. Да. Так, выбрали все вот эти вот фейсы. Далее Edit Form. Так. Настроечка. Меня это здесь устраивает. Я здесь зажимаю Alt. И перемещаю все вот это вот внутрь. В данном случае получилось на 5 миллиметров. Нажму ОК. Получили вот такой вот странный объект. Я сейчас все это опять выделю. Применю инструмент Крис. И нажму ОК. Так, задача стоит в том, чтобы все это между собой сшить. Здесь порядка одного миллиметра, но... Что-то пока что происходит с инструментом... Так. Wild Vertices. 0,7. Так. Вроде бы все это получилось сшить. Попробуем сделать Uncrease. Нажму ОК. Если получилось применить операцию Uncrease, значит, ну, скорее всего, у нас здесь все сшилось. Ну, вижу проблему вот с этими двумя ребрами. Ну, мы с помощью Weld, с помощью Merge Edge их вот так сольем. Итак. Посмотрю еще раз внутри. Все ли у нас получилось между собой сшить. Да. Вот еще небольшой получается был пробел. Ну, а сейчас мы все это исправим. Почему-то инструмент Wild Vertices сейчас работает с некоторыми ошибками. Но в целом получилось создать вот такой вот... Интересный, скажем так, вывернутый до декаэдер. Попробуем применить к нему. Инструмент Thicken. Ну, вот мы наблюдаем, что с толщиной стенки в 2 миллиметра у нас получился вот такой вот интересный объект. Перейдем в рендер, посмотрим, как это будет выглядеть. Вроде бы неплохо. Перейдем обратно в дизайн. В целом на этом можно закончить. Но попробуем преобразовать все это в твердотело. Так, мы наблюдаем в браузере, что у нас получилась вот такая твердотельная модель. Применим Zebra-анализ. Посмотрим. По-моему, очень красивая поверхность. На этом я данное видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.